К этому дню готовились более двух лет. Как рассказал на презентации сборника исполнительный директор фонда Гейдара Алиева Анар Алакпаров, в течение этого времени из бакинских архивов и личного архива композитора были собраны сотни нотных рукописей, некоторые из которых до сих пор не были известны широкой аудитории. Проект был осуществлен по инициативе первого вице-президента Азербайджанской республики Магрибан Алиевой. Более двухсот произведений композитора были собраны в четырехтомник сочинений, куда вошли эстрадные песни, музыка к фильмам, а также сочинения для фортепиано и симфонического оркестра. В сборник также вошли аудионоситель и книга-альбом о жизни Тофика Кулиева. Этот выдающийся композитор, который воспевал в своей музыке, в своих мелодиях Баку, Азербайджан, и он посиден, востребован, его музыка посиден, востребован. Люди хотят слышать вот именно эту, такую музыку. Тофик Олег Петрович, он был не только прекрасным композитором, он был замечательным человеком. Он был прекрасным руководителем, замечательным организатором. Он долгие годы возглавлял союз композиторов Азербайджана. Произведения выдающегося композитора прозвучали в рамках концерта, посвященного столетию со дня рождения Тофика Кулиева. Мероприятие организовано фондом Гейдара Алиева в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева. В юбилейном вечере приняла участие вице-президент фонда Лейла Алиева. Открывая вечер, перед зрителями выступили сын выдающегося композитора, кинорежиссер Эльдар Кулиев и художественный руководитель концерта, дочь юбиляра Лала Кулиева. Несмотря на то, что со дня рождения маэстро прошел уже целый век, его песни любят и продолжают исполнять. Выдающимся композитора называли еще при жизни. По инициативе одного из основателей национальной классической музыки Узиера Гаджибейли, для продолжения обучения студент второго курса Тофик Кулиев был направлен в Москву. Уже в 22 года вместе с дирижером и композитором Ниязи Тофик Кулиев создает первый в Азербайджане джазовый и эстрадный оркестр. В годы Второй мировой войны эстрадный оркестр под управлением Тофика Кулиева вошел в 402-ю стрелковую дивизию. В исполнении оркестра звучали как патриотические композиции самого молодого композитора Тофика Кулиева, так и его талантливые аранжировки народных песен. Музыка Тофика Кулиева не перестает звучать. Ее исполняли наши корифеи. Рашид Бейбутов, Шавкет Олег Первого, Муслим Магомаев. А сегодня его песни исполняют молодые вокалисты. И это неудивительно. Ведь он автор таких произведений, которые не устаревают. Они действительно должны не переставать звучать. Тема народной музыки занимала особое место в творчестве Тофика Кулиева. Он стал одним из первых азербайджанских музыкантов, осуществивших нотную запись Мугама. В разные годы Тофик Кулиев руководил филармонией и союзом композиторов Азербайджана. В 1998 году за особые заслуги перед государством и народом Азербайджанской республики Тофик Кулиев был награжден орденом «Истеглал». Находящемуся на лечении в больнице композитору, тогда этот орден вручил лично общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Творчество Тофика Кулиева не перестает быть популярным. Звучат записи его песен, его произведения исполняют и молодые вокалисты. Музыканты уверены, все дело в неповторимом творческом даровании, а значит сочинения Тофика Кулиева не перестанут звучать и через сто лет. Лила Курбанова, Фирус Рагимов, CBC